Здравствуйте! Давайте рассмотрим драпировку в юбках. Итак, драпировка может быть расположена у нас и идти в наш бачок, может быть расположена от наших кокет, от кокетки, она может быть расположена по отношению к нашему верху юбки. Давайте рассмотрим два варианта. Например, наша драпировка пошла с отрезным бачком и идет у нас драпировка. Как ее сделать? Вот у нас идет одна половинка нашего переднего полотнища, которую мы с вами должны отобразить как целое полотнище. То есть здесь мы должны прорисовать еще одну половинку нашей юбки. Ну вот предположим, что мы с вами ее уже прорисовали. Теперь мы рисуем нашу драпировку, то есть как у нас будет располагаться. Наши выточки, вот здесь я уже подрезала нашу выточку, наши выточки мы будем закрывать. Мы можем закрыть, например, одну выточку, одну сделать, либо закрыть две выточки. Прорисовали нашу отрезной бачок, нашу выточку закрыли. Теперь мы должны с вами разрезать нашу драпировку, то есть будут раствор нашей ткани, которую мы будем разводить. Эту выточку мы точно так же с вами закрываем, она нам будет не нужна. И разрезаем не до конца, не доходя 2-3 миллиметра до края. Раскрываем наши растворы, там где мы будем драпировать нашу с вами ткань. Эта драпировка часть получится такой минимальной, и здесь у нас будут приблизительно одинаковые защипы, заломы. Мы можем с вами сделать нашу, если мы не хотим сделать выточку, мы можем даже сделать от выточки, так, чтобы у нас здесь этот залом не был. Все зависит от вашего желания. И давайте посмотрим, как это теперь у нас выглядит на нашей ткани. То есть я взяла образец, вот по образцу, я закруглила, да, это у нас такой пробник, чтобы просто наглядно было видно, как идут эти заломы. Я вот сейчас уберу нашу ниточку. Вот так вот выглядит наша выкройка, когда мы ткань разложили. Как видите, у нас здесь нету абсолютно ровной линии. То есть когда мы раствор наш раздвигаем, у нас получается линия ровная, потому что у нас одинаковые части, то есть по ровной мы разрезаем. Но когда мы делаем защипы, то у нас иногда получаются вот такие вот углы по нашим защипам. Но если мы возьмем с вами и наложим нашу ткань, я специально взяла прозрачную, вот что у нас с вами получается. То есть одинаковую я взяла выкройку, сделала, вот идут наши защипы. Но если мы перевернем с обратной стороны, то вы увидите вот эти вот неровности. Поэтому если вы будете делать, моделировать ваши заломы на юбках, защипы, то обязательно сделайте их на бумаге. Все заломы, защипы закройте. Вы сравняйте ваш срез, которым вы будете пользоваться, и вы увидите, как на самом деле у вас должна выглядеть ваша выкройка. Если мы возьмем и с вами захотим сделать вот такую вот юбку, там где у нас будут защипы, уходить вбок, без выточек. Что нам нужно сделать для этого? Нам нужно взять выкройку, тоже разложить ее и нарисовать, чтобы полотно было цельное. Поскольку выточек у нас нет, то наш первый залом должен идти таким образом, чтобы взять наш край выточки, самую низшую точку, взять в первый залом, вторая у нас будет идти во второй залом. Теперь разрезаем и совмещаем, закрывая выточки, и закрепляем, например, скотчем. То есть вот таким вот образом мы должны с вами сконструировать. То есть вот то, что у нас получится верхняя часть. Теперь следующий разрез у нас идет ко второй выточке. Он у нас тоже должен эту выточку закрыть. То есть точно таким же образом мы должны с вами соединить с помощью скотча. И делаем разрезы, не дорезая до самого края на 1-2 мм, чтобы у нас держалась наша выкройка. Теперь разводим наши заломы, нашу драпировку, на то количество сантиметров, на которое мы хотим видеть нашу драпировку. Возможно, она у вас будет иметь небольшие защипы и нежно с одного бока переходить к другому. Здесь уже по вашему желанию и по вашему усмотрению. Таким образом, если вы будете с основой выкройки брать и моделировать какие-то драпировки и заломы, вот так вот вы можете работать и сделать можно любой вид вашей юбки. Надеюсь, видео было полезным для вас. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!